ну мы тут пока уже вели обсуждение давайте на ли поздороваемся ребятки привет всем у нас сегодня запускается масштабный эксперимент а мы разобрали мой акцент разобрали двигатель полностью мне помогает серёга серёга я о нем еще будем сегодня говорить у него есть свой канал он рассказывает о том как правильно легко просто разбирать свои двигатели и в целом он тоже был заинтересован в том чтобы помочь мне с этим экспериментом потому что ему ему это тоже интересно почему бы не да и мы вчера я пригнал мы начали разбирать он до дел до разобрал двигатель сегодня что мы хотим увидеть и рассмотреть во первых я для чего это делаю я смотрю состояние двигателя для того чтобы залить присадку и потом посмотреть что будет в ходе эксплуатации на через десять тысяч на растет что на растет и на растет хуже лучше и все такое у меня есть вот здесь вот присадочки это значит какие-то в двигатель какие-то в трансмиссию какие-то куда это присадки специальные на основе медной пудры там еще много чего об этом мы поговорим потом а в общем ждите в этих выпусков здесь он посмотрите сейчас покажу тут вообще он видите какая медь но это у нас для повышения компрессии это все ладно но сегодня мы хотели разобрать немножечко другую другую тему тему то раз мы разобрали мы видим на двигателе вот такой масляный налет и масляный нагар он на всем двигателе вот на головке у нас на поршнях на клапанах на распредвалах и мы решили разобрать тему вреден ли вот этот лаковый налет стоит ли его убирать и если убирать то чем тогда его уже убрать потому что мы сейчас как раз таки будем разбирать у нас такой будет эксперимент это значит нас здесь будет и бензин калоши ацетон димексид всеми любимый различные средства для домашнего бытового использования кто-то писал комментариях и там читал что можно там какой-то антижир взять и он тоже удаляет но у серёги есть еще средства которым он пользуется сам вот посмотрите вот на этот двигатель какой чистый да это двигатель вот это субарусский двигатель и серёга у нас пользуются им давно мы не будем называть его чтобы это не было как бы рекламы потому что мы уже заведомо знаем что это средство окажется лучше но для вас мы все это покажем сегодня сравним так скажем это средство с более дешевыми хотя получается наверное то средство если вы брать его куда ведро то она не очень дорогое не очень дорогое и то есть как я понимаю мы сегодня помимо присадок будем еще тестировать и но вернее даже опровергать все вот эти как они байки интернетовские вот эти чем можно отмыть даже ну это стоп рамки чтобы разговаривать и тогда сам задался вопросом я задавался этим вопросом я сам несколько раз проверял все эти средства все им отмывать бензин калоши эти димексид всю эту вообще просто копать всю эту шляпу то есть я столько потратил средств на все на это пока не нашел вот для себя как бы вот одно это средство пользуюсь им до сих пор говорить пока ничего не буду что это за средство но я думаю что сегодня мы такую поставим точку в обсуждениях чем лучше за отмыть грязь и лаковый налет именно в двигателе как сделать из такого двигателя вот такой все отлично итак друзья ненадолго перенесемся из серегиного в мой гараж как вы помните у меня есть еще один проект это урал который нужно сейчас покрасить и прежде чем его покрасить нужно снять с него всю ржавчину и сейчас мы как раз разобранные и готов и на все не хватает времени просто рук не хватает я даже не знаю когда это все делать когда красить и кого заставить хотя я знаю кого заставить нужно нашего подопечного а ну-ка иди сюда кто я да да ты давай хорош лежать будешь удалять краску и ржавчину почему я какого хрена так посмотри вот здесь сколько ржавчины это все нужно будет удалить вот здесь на колесах и на самой люльки посмотри сколько там ржавчины в общем вот тебе инструмент что это что ты задумал давай работай приступать долбаный мастер лайфхаков так я поехал обратно собирать акцент а вы следите за ним чтоб он ничего не накосячил ты понял меня иди в жопу все давайте этот имбецил думает что я тупой как он и буду этим ёршиком для унитазов чистить он ошибается я поступлю мне возьму средство которое предназначено для удаления ржавчины называется кппс звучит как название партии он гелеобразный как мой скраб для душа и мазать нужно совсем чуть-чуть намажем амортизаторы ой пар идет видимо сильно нагрел значит реакция пойдет быстрее тут еще у этого дебила тиски ржавеют нихрена не следит за техникой хорошо что кппс все удалит еще намажу колесо и на тисках и на колесе удаляет ржавчину на амортизаторах результат тоже впечатляет блестят практически как у кота бубенчики даже здесь амортизатор блестит хотя я тут не мазал шучу но вещь реально годная скажу чтобы этот утрак оставил в описании ссылку может кому пригодится а я продолжаю дальше работать вы посмотрите что они сотворили с люлькой суки меня с собой не берут я им еще отомщу пока так ребята хотелось бы сказать по состоянию моего двигателя мой двигатель прошел уже 190 тысяч когда я брал его там было где-то 120 тысяч пробега сейчас уже 190 за это время я его практически не прогревал снимал выпуски о том как я заливал контрафактное масло один раз даже мы пускали его без масла и натерпелся он увидел но все это я делал адекватно и безопасно я знаю что я делаю и в целом сейчас я хочу показать вам состояние моего двигателя что с ним есть во-первых давайте заглянем сюда в цилиндры посмотрите этот двигатель прошел уже почти 200 тысяч и на нем даже на цилиндрах остался хон то есть он не стертый то есть зеркала здесь как такового нет есть такие продольные полосы но хон остался то есть получается это говорит о нормальном адекватном износе я так скажу что я с двигателем относился хорошо и менял масло чаще положенного и никогда не перегревал и все цилиндры в отличном состоянии он остался что касаемо других пар трения что касаемо значит поршней колец кольца они уже немножечко ну вот мы посмотрели что маслосъемные кольца немножечко уже подстерлись но в целом компрессионные кольца нормальные первое второе нет никакого такого критического износа за 200 тысяч это прекрасно юбка поршня посмотрите отличном состоянии полосы есть но нет задиров да и в целом вообще поршень в хорошем состоянии то есть мы проанализировали все четыре поршня далее давай посмотрим сюда на распредвалах толкатели клапана на распредвале вот этот вот пик он в отличном состоянии небольшой есть такой слабенький износ у нас вот здесь вот местах где он вращается распредвал но это ни о чем не говорит он никуда не денется гидротолкатели у нас тоже в отличном состоянии один мы там заметили вот это по моему он немножко слабый да немного немного слабый остальные все это отличном состоянии гидрокомпенсаторы у меня иногда подстукивали далее по вкладышам у нас мы посмотрели вкладыши коренные в отличном состоянии все закрутили мы к коленвал не снимали по вкладышам шатунным смотрите есть полосы такие продольные но нет задиров то есть мы пальцем анализировали как ногтеметром ногтеметр мой ногтеметр настроен на три сотки не цепляется да 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 мы проговорили не если не цепляется ногтем значит три сотки есть не критично то есть целом мы увидели ты хочешь сказать я хочу сказать о том что что не очень хорошего я вот это давай посмотрим это вот это расположение колец то есть расположение колец замками в ряд вот это очень негативно сказывается на двигателе в каким каким образом таким что когда кольца расположены в ряд во первых масло уже не снимается масло съемными кольцами а просто проходит дальше она не выводится не выводится в поршень вот в эти отверстия плюс поршневые кольца компрессионные тоже стояли в ряд здесь получается прямая дорога для во первых масло второе для для компрессии именно для для газов то есть вывод газов происходит через эти через эти каналы да то есть попадает сюда газы то есть топливо может попадать в масло и обратно маслом или закидываться масло но за адекватно не снимается самое что страшное то есть когда газы попадают сквозь проходит сквозь замки и попадают в карте это неизбежно через какое-то время будет прогорание поршни то есть в этом месте можно просто прогорить да он не выйдет и смотрел что здесь она вот так стояла или чуть-чуть там но они немножко как бы были вот так перед перекручена вас практически ровно если взять другие то они стоят на остальных они хотя бы в разбежку стояли но именно вот на пирс на первом поршне они стояли замками вряд это категорически как он плохо что здесь в этой канавке масло может не сниматься и плюс газы могут прорываться я думаю что даже если какой-то масло жор там был на этом двигателе то первая причина это вот из-за этого но вы можете это увидеть только после полного разбора после того как вы конечно не увидишь когда плачок за линдрей как кроме тем более вы провернуть не можете и так что я хотел сказать после всего вот этого после увиденного вами сейчас то что все мои советы по поводу прогрева заливки масла и всего остального имеет место быть если вы хотите что ваш двигатель после 200 в тысяч выглядел вот так и был в отличном состоянии они хорош мы компрессию замерили компрессии 14 и рунг вы почти 14 13 7 я ничего не заливал никогда я просто менял масло что если вы хотите то слушайте мои советы я знаю что говорит 9 знает что говорит начнем начнем значит что у нас пока сейчас это все мы разобрали потом это будет все собираться и ставится в том же состоянии это ладно это все по мы потом об этом поговорим другом выпуске сейчас мы хотим проверить все таки и очистить двигатель все то что будет внутри смотрите ребят очень часто когда вы поднимаете вот эту крышку масло заливной горловины видно лаковый налет на этой крышке и сразу что вот первое люди всегда вопрос а что типа нужно мыть двигатель а заливать какую-то присадку или что то есть хорошо это или плохо я так скажу вот то есть мое мнение о том что лаковый налет он не вредит двигателю вообще никак не только мое мнение это мнение как бы многих экспертов и всего он не вредит вообще никак двигателю он даже как бы ну что он может только что на теплоотвод возможно от детали может быть максим то есть лаковый налет который есть на всех деталях он не вреден вообще никак он не вредит ничему на цепях там на по на поршнях но при При разборе двигателя люди всегда обращают внимание на то, что вот двигатель чистый. То есть людям хочется, чтобы двигатель был чистый. В целом, как бы это нормальное желание, как бы чистоплотность. Ну, конечно, да. Что человек хочет, чтобы, да, и собирать приятнее. Вот Серега, как бы, приверженец того, чтобы собирать двигатель, чтобы он был чистый. Поэтому он искал то самое средство. Конечно, во-первых, почему? Потому что все равно ты пользуешься какими-то герметиками. То есть та поверхность должна быть чистая, обезжиренная, для того, чтобы этот герметик работал так, как нужно. Это там даже с герметиками, плюс какие-то средства. Ну, в любом случае, да и просто приятно собирать его, когда он чистый. Потому что, как правило, разбираю я всегда в перчатках, а собираю уже без перчаток. Но лаковый налет может быть не так страшен, как то, что идет после лакового налета. Это вот эти вот отложения. Вот эти отложения, которые в конечном итоге превращаются в такой, так скажем, абразив. Да, это уже, вот это уже не смешно. Вот это уже попадает вместе с маслом во все каналы. И после этого можно заметить вот эти вот царапины. Вот он. Вот это происходит после лакового. Если вы потрогать руками, он как песок. Ну, не совсем лакового, а именно вот эти отложения. Это, скорее всего, какой-то абразив. Это обычный. Либо нагар от масла. Нагар от масла, да. Либо, может быть, уже износ какой-то. Где-то что-то оттерлось, и где-то вот этим порошочком оно откладывается. И оно, как правило, откладывается вот в эти вот раковины. Раковины, которые... Да, да. Там, где не омывается. На дне лежит оно, да. И оно в любом случае когда-то может подняться и попасть вот в эти масляные канальцы. А масляные каналы, мы сейчас будем показывать, кое-где бывают очень-очень тоненькие. Очень. Да, и туда, если она забьется, то все, это будет масляная голодание. Как бы да, это негативно скажется на работу двигателя в любом случае. Итак, приступаем к эксперименту. Для начала нагреем испытуемую поверхность для лучшей реакции. Вот хорошо, что у Сереги есть специальная ванна, приспособленная для мойки деталей. В нее можно подавать и бензин, и воду, так что она отмоет отлично. Разделим мы головку на несколько частей, и в разные раковины будем заливать разные средства. Для начала попробуем бензин. Ну, в целом отплывает слабо. Он удалил только верхний слой, далее керосин. Эффект примерно такой же, как от бензина. Ацетон тоже никакого эффекта. Ну, кстати, я и не сомневался. Ребят, ну, серьезно, ацетон, если так прям разобраться... Да вообще ничего. Ничего, вот даже керосин и бензин вот здесь отмыло, вот эти части, а здесь ацетон... Неа, вообще не взял. Только вонище от него, и все. Далее димексид. Так как димексид нужно постоянно разогревать, мы подогрели распредвал и нанесли теплый димексид. Но ничего не происходило. Нужно, видать, отмачивать. Затем мы просто погрели бугель крепления распредвала. Через пару минут с поверхности стал отходить лак. И даже почти очистился. Но димексид не взял распредвал, потому что он уже стал остывать. А холодный димексид, он вообще не активен. Параллельно мы попробовали средство для кухни, удалитель жира. И он стал удалять лак, и причем отлично. Затем мы попробовали проделать то же самое на головке. Побрызгали это средство Азелит. И он все удалил. Затем Серега развел свое средство для мойки, которым он всегда пользуется, и забрызгал одну из раковин. Параллельно я нанес Азелит, и постараемся ни то, ни другое не тереть щеткой. Теперь пробуем все смыть. В целом наше секретное средство все отмыло, но есть небольшие отложения. Нужно будет потереть щеткой и нанести еще раз. Тем временем там, где нанесли Азелит, все легко очищалось с помощью воды. И причем даже отложения просто смывались водой. Ну а на том месте, где мы нанесли Серегиным средством, потерли щеткой и не нанесли еще раз. Смываем, и все удалилось. Констатируем эффект. Значит, у нас что? Здесь у нас нанесено наше средство, средство для мойки. Здесь у нас, мы когда забрызгивали, скорее всего, оно тоже здесь попало. Но первоначально мы сбрызгивали Азелитом. Вот эту часть мы сбрызгивали также Азелитом. Видать, передержали, она тоже потемнела. Видите, алюминий потемнел. Если здесь он светлый алюминий, тут потемнел. Скорее всего, что-то типа окислилось, наверное, или что такое. Вот. Ну и как бы все. В целом, все очистило. Сейчас мы забрызгиваем. А, вот, да? Да, видишь, вот такое, но потом просто... А, его сейчас просто этот... Стираешь, и все, он цвет возвращается. Все, опять цвет возвращается, да? А, ну да, вот, смотри, видишь. Это просто какой-то вот верхний слой он окисляет. Далее мы решили провести следующий эксперимент. Возьмем поршни с шатунами и нанесем три наших лидирующих средства. Димексид, Азелит и наш очиститель для мойки. Для димексида пришлось найти ванночку, нагреть поршень, нагреть сам димексид и заливать. Это, к слову, не очень удобно. На второй поршень нанесли Азелит, а на остальные поршни средства для мойки. Итак, мы замочили, значит, первое у нас было замочено с помощью димексида. Нагрели мы градусов до 50, она сейчас остывает, он до сих пор парит. Это у нас с помощью Азелита, также мы здесь набрызгали. И это с помощью нашего очищающего средства. Но мы уже видим некие разные результаты. Сейчас мы смываем все это. Сейчас мы достаем вот это вот от димексида. И посмотрим, уже приступим к выводам. Давай смываем. Итак, ребята, наш вердикт. Мы, значит, первый поршень у нас замочили в ванну с димексидом. Димексид отмывает хорошо, но с проблемами, потому что нам пришлось сделать ванну, подогревать. Она воняла все это. Что хорошо, она отмыла все углеродные отложения сверху. Видите, поршень чистый. Раскоксовала все. Но димексид хороший раскоксов. Все это знают? Ну, опять же, неудобство. Нужно постоянно подогревать. Нужна какая-то большая тара, чтобы димексид был теплый. Плюс вонь. Запах этот, конечно, не дает. Не очень-то. Ну, неудобно. Ну, смотрите. Еще он, да, эффект не очень. В плане того, что просто в ванне лежало, не терли ничего. Как только температура стала падать, все, она перестала отмывать. И ничего не произошло. Дальше. Средство Азелит. Мы, честно сказать, поразились. Я, честно сказать, подохренел. Я взял просто обычные любые средства с кухни. Думал, там как-то этот поможет. Но Азелит я офигел с того, что он реально удалил. Во-первых, он очистил лаковые отложения с обоих сторон. Во-вторых, он удалил отложения внутри, вот здесь. И самое главное, что... Что самое сложное удалить, это нагар сверху поршня. Углеродистые отложения сверху поршня. Посмотрите. То есть он удалил. Он практически как раскоксовка действовал. Смотрите, он удалил сверху. Далее, наше средство. Ну, ладно, мы уже сейчас расскажем, наше средство, что это такое. Оно, значит, отмыло хорошо лак. Отмыло здесь немножечко. Внутри плохо взяло, но взяло немного, да. С другой стороны, там, где мы не терли, оно ничего не взяло. Хотя вот это отмыло с двух сторон. И не взяло углеродистые отложения. То есть как бы мы не терли, ничего. В этом плане Азелит справился прям отлично. Наряду с димексидом прям вот он отмыл, да. Если честно, он задевлел. И вот два поршня, смотрите как. Давай покажем, что за средство. Чтобы, ребят, чтобы нас не покидали нас палками за рекламу ГРАС. А средство, то, которым пользовался Серега, всегда это ГРАС, активная пена для мойки кузова. То есть именно зеленая пена, ребят, ну вот кто хочет брать, да. Его разбавляешь один к двум, 50 на 50 с водой. И он прекрасно удаляет все вот эти лаковые отложения, как никто другой. Хотя для мытья кузова. Как для мытья кузова. Для мытья двигателя он так не подходит. Это чисто случайно получилось, я просто взял попросту. Как мы увидели, что вот этот азелит для мойки, блядь, я не знаю, кухни, там, плиты газовой, кастрюли, всего остального. У меня жена им пользуется, я взял, кстати, его у жены. Я жене позвонил, говорит, прикинь, он, говорит, отмыл весь этот лаковый нагар. Она, говорит, такая дичь, она просто воняет, говорит, страшно, когда ты ее брызгаешь, там дышать нечем, она всегда вытяжку включает. Воняет, димиксит. И димиксит воняет. Но, посмотрите, он и можно даже пользоваться как раскоксовкой, вот так сверху туда брызгать и все. А то он, в принципе, пьемный, почему-то. Все, ребят, вывод сделан. Надо ли или не надо очищать, это дело каждого. Напишите в комментариях, очищаете ли вы или нет лаковый нагар. Мы показали, что лучше всего работает. Димиксит хорошо, но проблематично. Все-таки азелит. Я, наверное, перейду на другое средство. Азелит, азелит. Ты посмотри, что она делает, творит вообще, чертяга. Серега всегда делал вот этим вот зеленым средством, он очищал всем двигатели. И я, кстати, многим советовал такое делать, но теперь будем азелитом. Вот такие, друзья, у нас дела. Вы теперь, значит, что у нас предстоит? Отмоем все остальное, собираем двигатель и заливаем масло, и заливаем присадку. Но об этом я расскажу в следующем выпуске, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Серегу. Новосибирский авторемонт. Вот такой у него канал. У него классный канал, он ремонтирует двигатель, рассказывает, как просто отремонтирует. Лайфхаки для ремонта, все остальное такое. Подписывайтесь на него, ссылочку я внизу оставлю, потому что Серега помогал нам тут. Вообще, он сейчас еще собирать ему, это все предстоит. Я пока поеду другими делами заниматься. Да, вот это все. Так что, ребят, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на Серегу, сюда подписывайтесь. Все, всем пока.